МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15.30 в Новосибирске области в прямом эфире телеканала ОТС Новости дня. В студии для вас работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Сегодня под Новосибирском открыли новый завод по производству строительных смесей. Это классический пример взаимодействия областных властей и частных инвесторов. Сейчас на месте события работает мой коллега Сергей Толмачев. Он готов рассказать подробности. Сергей, добрый день. Передаю вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Сегодня в Новосибирской области открыли уникальный завод. Вот он за моей спиной. Здесь будут производить строительные смеси. В первую очередь это клей для плитки. Технологии немецкие, оборудование немецкое, но на этом заводе работает 116 сибиряков, то есть дополнительные рабочие места. И налоги, которые будут платить инвесторы, будут оставаться в Новосибирской области. В этом проекте активное участие принимало областное правительство. Речь шла о создании режима наибольшего благоприятствования для инвесторов. В итоге инвестор пришел. Срок окупаемости завода всего 5 лет. И мы считали с инженером сейчас, проектная мощность через 3 года составит 150 тысяч тонн. Мы попытались перевести это в вагоны, в железнодорожный состав. Получилось около 3 тысяч вагонов. Ну, если их выстроить в один ряд, то получится поезд длиной в целых 100 километров. Мы были на территории завода, были внутри, посмотрели на это оборудование. Оборудование совершенно уникальное, там почти полностью автоматизированный процесс. Было очень интересно. Но вот все подробности того, как все это работает, я расскажу уже в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо, Сергей. К другим темам. Организаторы форума Интера-2012 предстанут перед судом. По итогам расследования, экс-директорам маркетинговых агентств Ладе Юрченко и Дмитрию Петрову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следователей, 3 года назад руководители подписали фиктивный договор аренды. Документ позволил бесконтрольно расходовать бюджетные средства. После этого Юрченко и Петров обналичили деньги и, цитируем, распорядились ими по своему усмотрению. Конец цитаты. Речь идет о сумме в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Максимальное наказание, согласно 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Дело будет направлено в Зайльцовский суд Новосибирска. Место протеста – госпитализация. Голодовка сотрудников компании СИП «Трубопроводстрой», которая длится уже неделю, привела к тому, что участнику акции потребовалась медицинская помощь. Напомню, предприятие не выплачивало людям заработную плату с июля прошлого года. Количество голодающих уже увеличилось до 15 человек. И сегодня одному стало плохо, его увезли на скорой. Напомню, на прошлой неделе в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что по факту не выплат сотрудникам СИП «Трубопроводстроя». Возбудили уголовное дело. Не глушить моторы, пока не пройден последний гектар. В северном районе аграрии наверстывают упущенное. Проливные дожди не позволили завершить посевную в срок. Но выбора нет. Механизаторы продолжают работу. Еще несколько гектаров, и посевная будет завершена. Причем не только в хозяйстве, а во всем районе. Сейчас здесь досевает овес с горохом. Николай Дьячук бороздит просторы родных полей больше 30 лет. Говорит, в горячую пару мужики выкладываются на 200%. Работаем весь световой день. Привозят обед, ужин. До поздна. Ребята едут, а мы один за одним стараемся не отставать. И вперед, вперед. Всего в этом хозяйстве засеяли больше 4000 гектаров. Ушла почти 1000 тонн семян. Из них больше половины пшеницы. Из-за большой влажности в почве нынешняя посевная кампания началась на неделю позже. Однако влага сыграла на руку агрономам. На полях уже появились первые всходы. Хорошие всходы. Я давно работаю, с 81-го года агрономом. Нынче удивительно посевная. Сеем пшеницу, на третьи сутки появляются всходы. Такого я за 30 лет жизни не видел никогда. За счет переизбытка влаги она прет оттуда, из недр, земли. И даже на участках, где глина, где пласты, и там прорастает пшеница. Из пяти хозяйств северного района четыре завершили посевную. Одни из первых это сделали останенцы. Управились за 10 дней. Но справедливости ради стоит сказать, что площади в хозяйстве небольшие. Засеяли здесь всего 300 гектаров. Еще 100 по осени определили под третикалий. Это гибрид ржи и пшеницы. Первый год попробовали. На вид я определил, что центра 10-15 должна. Он не обрадовал, что должна еще лучше. То есть она должна раскуститься. Ну, хорошая тоже. Неплохие. Перезимовали, они неплохо. С планом справились, говорят специалисты. По району засеяли почти 9 тысяч гектаров. Техника не подвела, люди тоже. В помощь пришло и государство. Хозяйство получили поддержку на общую сумму более 800 тысяч рублей. По итогам сева хозяйство, которое справились с планом, еще дополнительно получит оставшиеся средства. Первая сумма была 85% от запланированных посевных площадей. И вот в конце июня оставшаяся часть, 15%, будет им выплачена. Уже через несколько дней в хозяйствах проведут химпрополку. Гербициды уже закупили. На эти цели только в колхозе «Наша Родина» потратили почти миллион рублей. Результаты всех трудов станут известны осенью. Ольга Рязанова, Николай Подскребышев, Новости ОТС. Вы смотрите «Новости дня» на телеканале ОТС. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные интернет-издания. Российская газета открывается статьей под заголовком «Защитят по тарифу». Полиция готова охранять губернаторов за деньги. В МВД готовят законопроект, согласно которому обеспечение безопасности руководителей высших исполнительных органов государственной власти регионов, госкорпорации, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ может взять на себя полиция. Правда, на коммерческой основе. И для этого потребуется еще отдельное поручение президента страны, которое даст полиции такие полномочия. Тарифы на услуги охраны глав регионов будут определяться не тендером, никакого конкурса. Сумму назначит российское правительство, а вся выручка пойдет исключительно в государственную казну. Коммерсант пишет, водителям сократят медицинские расходы. ГИБДД в ближайшее время прекратит требовать от граждан медицинскую справку при получении международных водительских прав, а также российских национальных удостоверений взамен утерянных, испорченных и украденных. Соответствующее требование в МВД направила Генеральная прокуратура. Поскольку в результате действий госавтоинспекции десятки тысяч граждан тратят время на сбор медицинских заключений, а траты на оформление медицинских справок составляют до 7 тысяч рублей. Согласно новому документу, медсправка потребуется только в трех случаях. При получении прав водителям после обучения в автошколе, по истечении срока действия удостоверения, это 10 лет, а также в случае, если водитель был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. И Лен Тару сообщает, в интернете начали сбор денег для отставки Фабио Капелла. Желающим предлагают перечислить любую сумму на сайте Fabio Go Home. Фабио, уезжай домой. Организаторы проекта считают, все, кому не безразлично судьба российского футбола, разочарованы выступлением сборной в отборочном матче с Австрией. Опросы показывают, за отставку главного тренера сборной выступают 80% болельщиков, а также тренеры и сами футболисты. Однако для этого необходимо собрать без малого 1 миллиард 300 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. Избирательная кампания в регионе входит в активную фазу. В областном правительстве сегодня прошло совещание с представителями всех организаций, задействованных в процессе. Наш корреспондент Николай Сальников подробно о том, к чему готовится кандидатам и избирателям предстоящей осенью. Здравствуйте, Екатерина. В совещании принимают участие руководители абсолютно всех территориальных избирательных комиссий Новосибирской области. Также в данный момент работают представители ФИМИДы, органов правоохранительной системы и представители местного самоуправления. 13 сентября, в единый день голосования, в нашей области будут выбирать более 5000 депутатов. При этом саму работу по организации выборов возьмут на себя 2500 избирательных комиссий. Также сегодня отметили, что отмена выборов в глав муниципальных образований позволит сэкономить бюджету немалое количество средств. Однако в одном из муниципальных образований все-таки выборы будут, это город Кольцово. Что касаемо зарегистрированных кандидатов, то на данный момент один из них уже есть по 18 округу. А региональные представительства партий, политических организаций в данный момент ведут активно конференции по движению кандидатов. Как отмечают участники сегодняшнего совещания, выборы обещают быть очень жесткими и серьезными. Подтверждение этого это прошедшие народные выборы, так называемое народное голосование, которое состоялось 24 мая. Тогда, напомню, в выборах принимало участие более 1000 кандидатов. Более подробно о сегодняшнем совещании мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо, Николай. И на этом все об этих и других событиях в следующем выпуске новостей в 18.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok